Здравствуйте, дорогие дамы и господа, мои телезрители и подписчики, я Роман Головин. Сегодня мы поговорим о такой интересной теме. Могут ли сыроеды и фрукторианцы находиться в городе на полноценном питании? Возможно ли это? Потому что очень много различных сегодня отзывов, результатов и негативных результатов очень много. Они, к сожалению, множатся каждый день, все больше и больше. Иногда открываешь какой-то сайт и видишь, что очень много негатива. Я там просидел полгода, три месяца, четыре месяца, три года, семь лет и у всех негативные результаты. Когда начинаешь разбирать сыроедческий режим, как они жили, где они жили, как питались, какое отношение, то есть понимаешь, что они не совсем правильно поступали, не совсем правильно. Все в категоричной форме, все в фанатичной форме. Готовы разорвать в клочья других людей, которые не являются сыроедами. Это все неправильно на самом деле. Я уже во многих своих лекциях по духовному развитию говорил, что когда люди переходят на сыроедение, тем более на фрукторианство, тонкие структуры обостряются. Если вы параллельно не работаете над своим духовным внутренним миром, вы будете еще более агрессивны на таком питании. В какой-то момент вы будете менее подвержены стрессам, легче переносить нагрузки, больше энергии будет, легче общаться с другими людьми, будете более концентрированы. Но после какого-то периода у вас агрессивность опять возрастает. Если вы параллельно не будете работать со своим внутренним миром, то вы будете очень агрессивны, вы долго не сможете на этом питании находиться. Поэтому я всегда говорил, сыроедение, фрукторианство — это не мода. Это лишь бонус к духовному развитию. Он ускоряет многие моменты в жизни, отношение к другим людям, ускоряет избавление от многих заболеваний, от неправильных мыслей в голове, помогает человеку более качественно функционировать и жить в этом мире, более качественно выполнять свое предназначение, свои семейные, в конце концов, обязанности, работать легче гораздо, существовать в социуме. Ведь для чего мы переходим на это питание, вы должны понять. Многие люди, к сожалению, не понимают. А как в городе мы там сыроеды, можем сыроедить, поехали все на юг, поехали все в жаркие страны. Если мы все уедем в жаркие страны, кто в нашей стране жить останется? Я вот этого никак понять не могу. Находясь в городе, находясь в нашей стране, в других странах, в которых вы живете, родились исконно, надо менять просто ситуацию. Нас становится каждый день все больше и больше, и сыроедов, и фрукторианцев, и тех людей, которые более здраво смотрят на мир. То есть не нужно все в категоричной форме. Все, я там должен сыроедить только на юге. Да, согласен, на юге лучше сыроедить. Фрукты круглый год. Взять Кипр, например, да, здесь два урожая в год. Фрукты есть круглый год. Если питаться посезонно, да, сначала там одни яблоки, потом другие яблоки возникают. Потом бананы, например, в сезон. Два урожая в год. Потом хурма, например. Там один вид винограда, второй вид винограда. Зачастую это сезон идет там до пяти месяцев, например. Потом один-два месяца нету, допустим, да, через какое-то время опять виноград начинает расти, уже другой начинается. Потом арбузы полгода, здесь шесть, семь, по-моему, месяцев, да, семь где-то месяцев арбузы на Кипре постоянно свои. Да, хорошо жить, да, классно, да, но каждый выбирает для себя свою жизнь. Что он хочет добиться? Конечно же, когда вы переходите на середине, живете в городе, лучше, конечно, либо осенью переходить, либо летом. Гораздо легче, чтобы организм немножко мог адаптироваться, насытиться витаминами, понять, что с ним происходит. И все нужно делать очень медленно, осознанно, для чего? Накопив определенную информацию. Нельзя бросаться, вот как я, как многие другие сыроеды, когда не было еще такой информации раньше. Все бросались, была первая волна сыроедения, вот эта вот в 2008 году, она там началась, в основном. Первая волна такая, большая. И информации таковой не было, все категоричные были. Сейчас многие сыроеды категоричны. Все люди, которые категоричны, фанатичны относятся к сыроедению, к фрукторианству, там и так далее, они все терпят фиаско, рано или поздно. Если, допустим, иногда что-то хочется съесть, там полувареную, ничего страшного в этом нет, даже сами сущности рекомендуют, иногда, чтобы полностью восполнить свой рацион питания, нужно что-то включать. У каждого человека это индивидуально. Одному одно, другому другое, третьему третье. Поэтому, в городе также можно сыроедить. Допустим, если человек живет в Сибири, например, понятно, тяжело, понятно, что все в основном привозное. Но если расширить, во-первых, нужно понять, подходит ли вам сыроедение, подходит ли вам фрукторианство, много раз я об этом говорил. Не можете сами определиться, обращайтесь к нам, мы вам поможем. Допустим, вы определились, вы переходите на сыроедение. Нужно переходить медленно. Если вы в Сибири живете, тем более, нужно все взвесить, как вы будете это делать, если у вас хронические заболевания. Не бежать сломя голову, запастись определенными продуктами на зиму, долго хранящимися, крупами, например, какими-то закрутками, возможно. Потому что первое время вся сыроедение не такое чистое будет. Ничего страшного, что вы будете что-то солить, например, желательно делать все собственными руками. Дегидратор купить, сушить фрукты, например, летом сушить фрукты на зиму, какие-то крупы сохранять. Сейчас очень много, больше и больше стали привозить со всего мира различные вещи интересные. Фрукты, например, овощи, сейчас продаются практически круглый год в магазинах. Я понимаю, что может быть не во всех городах есть качественные фрукты, овощи. Немножко в конце мы о них поговорим, как они хранятся, насколько они вредны и так далее. Кто не видел мою лекцию по хранению, как хранить все эти продукты, те же фрукты можно очень долго хранить, чуть ли не по полгода, в погребах, на дачах где-то, в подвалах, создавая определенную атмосферу. Если, допустим, недостаточно моей лекции, можно еще посмотреть какие-то другие пути решения. Всегда есть какие-то люди, у нас же люди умные, они всегда найдут пути, как сохранить тот или другой фрукт. Много можно в теплице выращивать, много можно на подоконниках выращивать, те же проростки, например, пожалуйста, немножко можно заморочиться, орехи проращивать, например, зерновые, пожалуйста, фасоль, горох, все что угодно, много чего можно проращивать, было бы желание, да, первое время тяжело будет перестроить свой мозг. Конечно, хорошо, когда вы один это начинаете, на вас никто не давит, когда, например, многие люди мне пишут, я хочу на парноедение перейти, или я перехожу. Хорошо, когда вы один, вы подумайте, что будете вы парноедом, либо каким-то фрукторианцем, рьяным, очень тяжело потом найти человека, который будет разделять ваши взгляды фанатичные. Как правило, часто бывает так, что ты полюбил человека, а он, ну, к сожалению, не фруктоед, не сыроед, потому что таких людей еще мало. И все равно приходится друг под друга подстраиваться, потому что, когда ты приходишь на кухню, там все готовится, вкусное там, прям, прям кайф, прям такой везде, в воздух. Каждый день это происходит по три раза, когда вся твоя семья ест, а ты не ешь, например, то очень тяжело, поэтому нужно рассчитать. Один там человек говорил, парноед, да, очень серьезный, сначала выполните свою социальную программу в жизни, а потом становитесь парноедом. Ведь стать парноедом не является предназначением человека в основном. У человека есть предназначение, человек должен в своей рамке жизненной программы развиваться. Кто-то больше, кто-то меньше. У кого-то более большие задачи, да, у кого-то менее такие грандиозные задачи по предназначению. В основном уже нужно выполнить все предназначения, у каждого оно свое. И то, что человек пытается быть фрукторианцем, сыроедом, не едом и так далее, это все замечательно и прекрасно, что есть такая тенденция, что сейчас земля вибрации поднимает, мы перешли в пятое измерение, и люди сами по себе отказываются интуитивно от мяса, от рыбы и так далее, от яиц, постепенно сами приходят к этому. Как правило, у людей, которые интуиция развита, они сами к этому приходят. У тех людей, которые не могут к этому сами прийти, у них это все нарушено, тогда уже сложнее гораздо. И такие люди, они методом проб и ошибок только могут прийти, может испортить свое здоровье. Естественно, вода очень важна. Ну, воду можно найти в принципе везде, да, есть сейчас фильтрующие различные системы, воду также можно из родников брать. Понятно, что воздух засорен в городах больших, понятно, что там электромагнитное излучение, понятно, что в каких-то местах скопления каких-то промышленных районов, где заводы стоят. Я все прекрасно понимаю, но вы поймите, мы живем на земле, где земля уже загажена уже по полной программе, и воздух, и вода, и продукты. И сегодня, конечно, очень тяжело найти такие места, где бы экологически чистое все было. И вы знаете, сейчас скажу вам честно, на некоторых людей, к сожалению, на долгожительство это не повлияет. Фрукторианство, сыроедение, они не намного дольше проживут, потому что в ченнелингах мы узнаем эти вопросы, на некоторых людей, да, это воздействует. Здорово, можно продлить свой потенциал, но все равно в рамках своей жизни. То есть невозможно, допустим, если вам нужно прожить сто лет, а вы будете жить 300 лет, потому что вы выполните свою жизненную программу, а остальное время 200 лет, что вы будете делать. Здесь не все так просто, нужно разбирать каждого человека индивидуально, и, к сожалению, сейчас такое время, что нужно просто понимать, для чего мы это делаем. Мы просто улучшаем качество своей жизни, будь то в деревне мы живем, будь то мы живем в городе. Кто-то, может быть, со мной не согласен, у кого-то нет еще знаний таких, не понимает, что я говорю. Это ваше мнение, ваше право, как бы, вы можете прислушиваться ко мне, можете иметь свое мнение. Это нормально. Я ни в коем случае не говорю, что вы не имеете свою точку зрения. Это нормально. Кто-то шишки будет набивать, сам доходить до этого, кто-то не дойдет в этой жизни, ничего страшного. Я всегда отношусь спокойно. Есть фрукторианцы, и известные люди, которые в городе живут, и пранаеды есть, которые в городе живут, и чувствуют себя прекрасно, и они адаптированы в социуме по полной программе. Просто эти люди, они вовремя перешли на сореведение, на фрукторианство, у них и душа готова к этому. Они теперь подают пример. Надо подавать пример, организовать свои хозяйства, выращивать свои органические продукты, натуральные, распространять это, строить магазины, объединяться нам, больше об этом говорить, чтобы вместо там коровников, например, птиц и ферм, засаживать садами, например, причем садами такими, не которые там брать какие-то польские яблоки, которые идут там для коммерции только, что там ни витаминов, ничего нету. А у нашей яблоки, которые там сто лет назад росли, сто пятьдесят лет назад, пойти там в Тимирязевскую академию, еще в какие-то сельскохозяйственные академии, где сохранились семена, взять такие семена, размножить их. Съев маленькое яблочко, оно будет более полезно, чем три или четыре каких-то вот этих пустых яблок, которые привозят там из Польши, из Турции, еще откуда-то, где ничего нету практически. У нас все силы в наших руках, мы сами можем все изменить. На собственном примере, как правило, бесполезно кому-то что-то объяснять. Люди, они, к сожалению, такие, они только увидев на собственном примере, что человек, например, хорошо выглядит, хорошо чувствует, адекватно говорит, показывает своим примером, как он живет, чего он добился. Многие, конечно, переоценивают роль сыроедения, фрукторианства в жизни, что, мол, там, сила немереное количество, просто зашкаливает, там, энергия тоже зашкаливает. Понятно, что невозможно очень чисто питаться, понятно, что не всегда удается это сделать. Есть какие-то нюансы, иногда вы хуже себя чувствуете. Будет зима, может быть, чуть хуже будете чувствовать в городе. Придет лето, вы гораздо лучше будете чувствовать, массу наберете больше, да, про зелень надо не забывать. Поэтому все можно сделать и в городе, и в деревне, и в России, и в Украине, в Казахстане, и уехать, может, у кого-то есть финансовая возможность, может, на лето уезжать на несколько месяцев, не на летом, а даже, наоборот, зимой, уезжать в жаркие страны, где-то, немножко позагорать, покупаться, наесться фруктов и возвратиться. То есть, сегодня это все реально. Было бы желание и понимание, для чего вы это делаете. Если вы даже какой-то период времени чуть больше будете круп там каких-то есть, там, полувареных каких-то овощей, например, ничего страшного не будет. Поэтому, главное, главное, питаться более правильно, понимать, что с чем смешивать надо, сколько воды вам подходит пить, стоит вам голодать, не стоит ли вам голодать, какие у вас заболевания есть, четко понимать, что при таком заболевании, на первом этапе, например, голодать опасно, например, или очень много сладких фруктов есть тоже опасно, побольше кислых фруктов, зелени на первом этапе, потом будете вылечиться, будете добавлять. То, что в городе, помимо того, что очень сложно находить качественные продукты, например, круглый год, понятно, что есть сидячий образ жизни, плохая вода, плохой воздух, и весь этот аспект, что соседи какие-то может быть не очень хорошие, потому что, когда вы живете в многоэтажках, энергия семейная, она перекрывает вашу семейную энергию, чем дальше вы друг от друга живете, на расстоянии 50 метров, 300 метров, это еще лучше, 300 метров, это вообще такой радиус самый оптимальный, когда вокруг никого нет. это в будущем на Земле будут тоже такие дома стоять, когда все будет отдельно, то есть не будет таких многоэтажек, как у многих на планетах, равномерно все расселено, нет такого, что там город, например, 15 миллионов человек живут, а другие места вообще не заселены, никого там нет, это неправильно. Нужно аккуратно, совместно с природой, чтобы все было аккуратненько, в симбиозе находилось, и все жили равномерно по всей Земле, тогда гораздо лучше будет, чтобы все ухаживали, понимали, что Земля тоже живой организм, что за ней надо ухаживать, и так далее, использовать различные возобновляемые технологии, чтобы выращивать все качественно и правильно. А сегодня, к сожалению, есть темные силы определенные, которые невыгодны, и вирусы, они привносят в нашу жизнь и болезни, и засоряют воздух. Сегодня, кстати, ехали мы с женой в город, и вот самолеты как раз в небе, то, что я в лекции рассказывал, некоторые говорят, что это ерунда, не верят, вот, пожалуйста, химию трейли, сбрасываю всякие яды, очень четко сегодня все это прослеживались, недалеко, прямо от острова сбрасывали. Ну, я не видел, я уже видел, когда полосы вот эти везде были, как на фотографиях. Это все до сих пор работает, все это существует. Итак, ближе к фруктам. Когда фрукты привозят из дальних стран, встает вопрос, как их сохранить. Если просто, допустим, фрукты хранят в определенной газовой смеси, так называемой, инертной газовой смесь, там, ацетилен, азот, например, может использовать углекислый газ, то это еще более-менее нормальное хранение, более-менее экологическое еще, можно так сказать. Но когда, начиная парафином натирать, добавлять еще различные всякие компоненты химические, которые могут впитываться тоже постепенно, эти фрукты, овощи, натирают там разными серными компонентами, да, солями серными, какие-то, кожуру. Особенно в Китае, в Америке, это более такие грязные технологии, на самом деле. Надо быть поаккуратней, и ГМО там очень много, особенно в Америке. Нужно очень быть внимательным, то есть изучить, откуда вам покупать. То есть вы идете на рынок, например, Африка, например, вы четко знаете, что вот эти мандарины, например, хранятся там на складах, столько-то времени, например, столько они примерно энергии своей теряют, столько-то витаминов, что с ними нужно делать, как их отмывать. Допустим, от парафина есть специально моющее средство, отмывается. Кстати, вот кто не знает, я не знаю, как в России и других странах, вот в Европе, например, есть специальные такие биологические моющие средства, ну, по типу ферри, только не страшно, допустим, если в организм будет попадать, нежели, допустим, это ферри, как яд. То есть на самом деле очень тяжело тарелку потом отмыть от этого вещества. Есть натуральные средства, есть также, когда получаем мертвую воду, электроактивированную так называемую воду, там обеззараживают какое-то время, лежат эти фрукты, отмачиваются несколько часов. Есть сейчас серьезные приборы, в последнее время русская разработка есть, сейчас делают, в некоторых лекциях я рассказывал уже об этом, и когда ОВП максимальное, да, и вот обеззараживаются очень хорошо такие фрукты, лежат несколько часов, обеззараживаются, кто-то счищает шкурку, кто-то не счищает, кто-то отмывает, это все понятно. Понятно, что для коммерческого использования все фрукты, овощи, они объединены, старайтесь использовать те фрукты, овощи, которые находятся в вашем регионе, в первую очередь, там, где вы выросли, эта энергетика лучше будет на вас воздействовать. Пытайтесь сохранить в подвалах, на дачах максимально долго, специальные ящики ставьте, со стружкой там, да, климат такой создавайте, влажность, температура определенная, да, кто еще не строил погребов для этого дела, изучите эти все вопросы, на какой глубине должно находиться, какая температура, лучше хранятся фрукты, овощи, соленья, крупы, например, можно сохранять там какое-то время, какую-то теплицу сделать, в теплице можно выращивать, заниматься таким натуральным земледелием, даже без навоза, без всяких добавок, сейчас, кстати, вот я слышал, там, новые технологии в Ставропольском крае используют некоторые предприятия, чтобы, допустим, не прыскать жучков, они каких-то других жучков туда запускают, что одни жучки съедают других жучков, а те жучки, которые съедают первых жучков, они как бы не кушают растения, безопасно для растения, они только кушают других жучков, которые кушают растения, такая цепочка биологическая, И когда вот такие умные технологии внедряются для выращивания, это очень хорошо, вырастают более чистые овощи, фрукты, это очень правильно. Если, допустим, зимой у вас нет альтернатив каких-то серьезных, но можно чуть больше овощей просто есть, потому что овощи, они, во-первых, и хранятся лучше, и температуры не так боятся низкой. Если, допустим, уже ближе к лету, например, к весне, во многих странах уже тоже урожаи начинаются, из каких-то ближайших стран транспортируют, чем ближе страна, тем качественнее товар из этой страны, конечно, это более подходит для нас. Что еще можно посоветовать сыроедам в городе? Про воду сказал, про питание более-менее сказал. Конечно, у каждого винограда, у каждой ягоды, да, кто-то говорит мороженое, можно замораживать, но на каком-то этапе, да, можно замораживать. Когда вы полностью уже адаптируетесь, ваш организм перейдет на сыроедение, фрукторианство. Когда вы избавитесь от всех заболеваний, вам уже не нужно будет такого количества фруктов, овощей, гораздо меньше нужно будет уже. Если же вы параллельно еще йогой будете заниматься, например, если же дыхательными упражнениями, тщательно жуйте обязательно. Когда тщательно жуете, лучше усваиваться и вам не нужно такое количество овощей и фруктов есть. Организм быстрее насыщается. Дальше. Конечно же нужно стараться максимально наладить контакты с производителями. Многие сейчас начинают в связи с санкциями и зимой и летом расширять свои хозяйства, теплицы по новым производствам работают, чтобы быть конкурентоспособными, узнавать, где такие товары выращивают, фрукты и овощи круглый год. Я думаю, что и в России сейчас больше и больше будет появляться таких теплиц, различных хозяйств. Сейчас все работает на нашу сторону. Чем больше таких людей, как я, вы будете знать такую информацию, распространять ее налево-направо, многие видео начинают на ютюбе снимать, это нормально. Мы должны делиться этой информацией, чтобы чем больше людей в это было поглощено, тем мы сами более комфортные условия будем создавать для себя. Есть люди, они на Кипре, например, здесь выращивают, приезжают сюда, живут, выращивают у себя дома травки различные. Летом можно больше дикорастущих трав есть. Какие-то компоненты, они накапливаются в организме человека, такие как витамин В12, например, и так далее. Многие элементы могут накапливаться месяцами, поэтому ничего страшного нет, что вы 3-4 месяца будете обедненно питаться. Потом, когда приходит сезон, вы просто все это набираете. Есть определенные вещи, как витамин С, да, он должен поступать в организм человека каждый день. Ну, допустим, цитрусовый, красный перец, например, киви. Практически круглый год бывает в магазинах. Киви у нас и так не растет, не летом и так далее. Поэтому все это можно обеспечить себе. То есть немножко понять, какие компоненты долгоиграющие могут находиться в организме человека, какие компоненты быстро поглощаются организмом, расходуются, какие больше надо использовать, какие меньше надо использовать. Чем больше вы читаете про организм, чем больше вы слушаете умных людей, которые понимают, как работает организм. Конечно, все понять невозможно сразу, как работает организм, почему один сидит на таком питании, у него все нормально, другой на точно таком же питании сидит, все, он разваливается, у него организм просто не воспринимает ничего. Многие вещи я уже говорил о себе на канале, почему это происходит, и в ранних лекциях говорил, и сейчас вот говорю более-более уже так осознанно, с пониманием. Все мы разные, уровень готовности наш быть на таком питании тоже разный, и рождаемся мы с разными, с разной информацией, с разной наработкой, да, с предыдущей жизнью. Поэтому нас нельзя сравнивать, даже школа, которая у нас находится, нас всех делают одинаковыми, мы все неодинаковыми, мы все разные, к нам нужен индивидуальный подход. Вот это то, что всех загоняет в одни рамки, например, да, не тестируют там детей, там, да, большинство, чем кто должен заниматься. Кто-то быстрее развивается, кто-то медленнее развивается. А почему быстрее и медленнее развивается? Если родители с самого детства пичкают ребенка мясом, например, по полной программе, всякой химии, консервами, где там всякие стабилизаторы, подсластители есть, прививки по полной программе делают, то, конечно, они долго будут развиваться, они сбиваются со своей жизненной программой, они не могут себя найти в жизни, не знают, кем им лучше быть. У родителей тоже этих знаний нету. Представляете, если, допустим, ребенок уже вырастает где-то там, ну, после шести-семи лет, он уже осознанным становится, и потом его перестроить нереально практически, если он сам этого не захочет. Только лишь когда человек уже достигает какого-то возраста, шестнадцати лет, там, да, он уже реально сам понимает, что он мясо не будет есть. А если же с детства вы его не приучили, например, да, хотя бы не есть мясо там, да, то ему очень тяжело будет. Естественно, он на сверстников смотрит, в школе еще где-то, почему, мол, я, мне родители сейчас запрещают есть, я же ел, все же едят, все он этого не понимает. Так же, как и Сникерсы есть, и Кока-Колу, Пити-Чипсы, и так далее. То есть мы всегда смотрим не в ту сторону, да. Поэтому нам нужно в себе разобраться, понять, что зачем и почему, а потом уже возможно и заводить детей и их воспитывать. Мы сами еще до конца сами в себе не разобрались, не поняли. Очень мы ко всему очень легко относимся, к тем вещам, которым нужно заморочиться, мы не заморачиваемся, да, легко относимся. А к тем вещам, которые на самом деле очень простые, да, мы на них как-то очень сложно все смотрим, ой, как это все тяжело, ой, как это все сложно. На самом деле, если разобраться в этих вещах, на самом деле настолько все просто. Природа, она устроена, в принципе, по одинаковым законам, по одинаковым правилам. Если будете вникать в нее, то и кристаллы, и камни растут по определенным законам, и деревья. Если посмотреть под микроскопом камень, как он растет, он похож на дерево. Если внутри человеческих клеток заглянуть, внутри растительных клеток заглянуть, одинаковые структуры, все по одинаковой структуре развиваются, и у всех одинаковые законы. И мы, к сожалению, этих законов не знаем, книг очень мало сохранилось, учителей очень мало, только-только начинает появляться эта информация, начинаем ее впитывать, больше и больше начинает людей появляться. Но с этой информацией, конечно, появляется и ложная информация, нужно уметь разобраться в этой всей информации, понять лучше. Чаще надо двигаться, когда вы в городе живете, больше радоваться, работать над своим внутренним миром. Внутренний мир это очень много дает, понимаете, когда вы себя меняете, когда вы внутрь себя заглядываете, что избавляемся от зависти, от злости, от уныния, от всяких депрессий. Немножко себя полюбить, надо полюбить себя таким, как ты есть. Когда ты себя полюбишь, тебя окружающие полюбят. На работе совершенно другое отношение будет, и с близкими, и с друзьями, и друзья могут поменяться, совершенно другие быть. Прислушаться к себе, больше к себе прислушаться, больше интуицию восстанавливать свою, тогда жить по собственному желанию. И не смотреть на каких-то фанатиков, сыроедов, сумасшедших, фрукторианцев, которые всех под одну гребенку. Все должны быть фрукторианцами, это круто. Для него это круто, для другого человека это смерть. Или кто-то праноед, и все должны что ли праноедами становиться, или кто-то медитирует сутками, все должны сутками медитировать. Не подходит это всем, далеко не подходит, поверьте мне. Поэтому это просто пустая трата времени будет. Если вам это нравится, вы кайф от этого получаете, пожалуйста, занимайтесь. А если человеку это не нравится, и его заставляют, давай, иди делай это. Человек не созрел, человек не готов. У него даже в этом, в программе нет этого. Человек находится в промежуточной стадии на земле, просто ждет свой момент, как переродиться на другой земле. У него нет в программе духовно развиваться, просто он в зале ожидания находится, просто можно наслаждаться жизнью. И все. Поэтому все очень индивидуально. Когда вы смотрите каких-то гуру, специалистов, когда они там говорят, какие-то сложные системы дыхания там, надо на одной мизинце стоять, через правую ноздрю дышать там, левым ухом выпускать. Поверьте мне, это не каждому подходит, и даже если вы будете это все делать, это вам не поможет. И некоторые люди, к сожалению, этого не понимают, думают, что цепочка вот эта эволюционная, бесконечная, то есть кто-то сидит, телевизор смотрит, духовно не развивается, да, а другой с утра до ночи в медитации сидит, и у него развитие идет. Кому-то это подходит для развития, кому-то не подходит. Кто-то должен вести людей за собой, предназначение, а у кого-то предназначение совсем небольшое, кто-то является батарейкой, подзаряжает всех людей вокруг находящихся. Вот его предназначение. У всех разное предназначение, поэтому это нормально. Все думают, что у них миссии какие-то там, что они горы свернуть должны. Нет. Почему? У всех разное количество жизней, у всех разные наработки. Так же и здесь. И с питанием такое же отношение. Чем более вы будете относиться нейтрально к питанию, к окружающим, к себе, тем быстрее вы добьетесь успехов, тем быстрее вы разберетесь в себе. Если не можете разобраться, опять же таки, пожалуйста, обращайтесь. Мы вам всегда поможем. Пока есть еще возможность. Мы это делаем. Мы не всегда этим будем заниматься. Потому что всегда уходит много энергии, много сил, когда работаю с людьми. А с людьми я знаю, как работать. Долго я работал врачом, все это прекрасно я понимаю. Не все люди с первого раза понимают, некоторые со второго и с третьего даже не понимают. Поэтому многим нужно много что объяснить, разъяснить. Ну, я готов это делать, как бы есть опыт определенный. То, что умею, то, что накопил, как я понимаю это, обманывать никого не хочется. Либо делаешь, либо не делай. Я считаю так. Если там человек темный, например, да, у него своя программа. Нужно вас в заблуждении вести. Он тоже там может так же, как я, сидеть на канале, что-то вам рассказывать. И, естественно, люди воспринимают, то есть есть люди, которые воспринимают лучше таких людей, которые менее духовно развиты, например. Они слушают, как складно человек говорит, как он держится, да. О чем он думает и так далее. А другие люди, они чувствуют, что да, это им не подходит. Они идут на другой канал, смотрят другие видео, которые им больше импонируют. Доверяют этим людям. Да, мы будем разговаривать с вами постоянно о сыроедении. Я сам буду жить в северной стране и более подробно и часто буду говорить, что я делаю, как я ем, когда у нас минус 30, там, что со мной происходит, с моим организмом. Чем дольше человек находится на сыроедении, тем более понятно, четко, да, что он может на этом питании находиться длительное время. Никаких у него осложнений нет. Никаких проблем со здоровьем нет. Как правило, у сыроедов, таких серьезных, да, которые все делали вроде правильно, да, по их мнению, проблемы начинают через семь-восемь лет, то есть весь организм рассыпаться полностью начинает. Но опять же таки скажу, этим людям это питание не подходило, да. И вторая ошибка, когда люди духовно над собой не работают, то есть над своим внутренним миром не работают, когда они злые становятся. То есть, если вы продолжаете быть агрессивным человеком, готовы порвать любого, вцепиться ему в глотку, как говорится, и сказать, давай, ты должен быть сыроедом, иначе я с тобой разговаривать не буду, там, или вообще там ты мне не друг, не жена, не сестра, там, не мать и не отец. Такое делать нельзя, потому что мы сами такими же были раньше, у нас не было информации, а эти люди живут, у них тоже может нет информации, они не знают, они не могут резко это осознать. Они не могут резко перейти. Поспрашивайте друг друга, всегда найдете, а, я когда-то слышал о сыроедении, но меня дошло через 5 лет только это. 5 лет, чтобы понять, что нужно себя менять. Все по-разному доходят. Один, о, сыроедение, хочу попробовать. То есть, человек уже как бы готов. И внутри это чувствовал. Пойду я лучше про физику лекцию посмотрю, как физики, различные теоретики ищут и путаются в измерениях, не могут понять, что это такое. Говорят, что этого не бывает и не существует. Это бывает и существует, и сущности это говорят. И сегодня мы опять про это спрашивали. Измерения есть и они существуют. Поэтому с вот этой физикой земной бесполезно кому-то что-то доказывать, потому что у нас уровень развития муравьиный еще. Мы ничего не понимаем, как Вселенная устроена. И вот эти тупиковые всякие теоремы, которые определенные силы вбрасывают, а потом люди это преподают в институтах, университетах и топчутся на одном месте постоянно. Потому что развития нет дальше. Не можем развиваться, потому что знания, они тупиковые, которые мы изучаем. Итак, заканчиваю эту видео лекцию. Спасибо за внимание. Постепенно будем продолжать говорить, потому что в одной лекции невозможно обо всем сказать. Всего вам самого доброго. До свидания.